Соболезнования соседям. Сегодня в Казахстане общенациональный день траура по погибшим в ходе трагических событий. Скоро домой. Шестерых астраханцев, пострадавших в результате ДТП под Рязанью, готовят к выписке. Каково состояние остальных пациентов? Мы решили укупить дом, потому что мы жили в двухкомнатной квартире и понимали прекрасно, что нам вчетвером уже, плюс наш код, никак не справиться в двухкомнатной квартире, будет слишком тесно. Без заявлений и очередей. Маткапитал теперь оформляют автоматически по информации ЗАГСа. На что можно потратить средства? Мальчики против девочек. Кто победил в товарищеской встрече по водному полу на рождественском турнире? В Казахстане сегодня общенациональный траур по погибшим в результате массовых беспорядков. Ранее об этом объявил президент республики Касым Жамар Такаев. Губернатор Игорь Бабушкин направил телеграмму в адрес президента республики Казахстан со словами соболезнования. Слова соболезнования и поддержки в связи с произошедшим в республике Казахстан выразили представители духовенства. То, что произошло на территории республики Казахстан, конечно, это великое преступление, преступление против человечества. Ибо в священном Коране Всевышний говорит, помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Хочу выразить слова искренней соболезнования родителям, близким, родственникам, семьям, тех людей, которые погибли на территории республики Казахстан в эти тяжелые для них дни. Чужого горя не бывает. Мы возносим свои молитвы, чтобы Господь помог избавиться от тех трудностей, которые сегодня постигли Казахстан. Для многих астраханцев ситуация в Казахстане связана с личными переживаниями. В соседней республике проживают родственники и друзья жителей региона. Вот как смотрят на события в Казахстане представители общества казахской культуры. Хотелось бы сказать слова поддержки, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. И вы знаете, мы уверены в мудрости, многовековой мудрости казахского народа. Мы верим, что мирная жизнь воцарит на земле Казахстана в самое скорейшее время. Казахстана в Казахстане По предварительной версии водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и врезался в опору железнодорожного моста. Пять человек погибли. В приемные отделения межрайонного медицинского центра были доставлены 22 пострадавших. 13 из них были госпитализированы. О текущем состоянии пациентов и динамике говорим сегодня с Николаем Егоровым, главным врачом межрайонного медицинского центра города Скопин Рязанской области. Здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте. Ранее сообщалось, что в клиниках Рязани остаются 13 человек. Трое в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, 10 пострадавших в удовлетворительном. Что изменилось за эти дни, какова динамика и когда выписывают шестерых пациентов? В день шестерых пациентов нам было госпитализировано 13 человек. Из них действительно трое в реанимационное отделение и 10 человек в общую палату. Вот эти трое были стабилизированы, выполнены необходимые вмешательства хирургические. И в течение нескольких часов они санитарным транспортом на реанимобилях были эвакуированы в областную клиническую больницу. Таким образом, вот эти трое самых тяжелых пациентов, они находятся в Рязанской областной клинической больнице. В нашем межрайонном медицинском центре с момента поступления и до настоящего времени находятся 10 пациентов. Из них 8 это жители Астраханской области и двое из других регионов. Состояние пациентов наших 10 человек на сегодня удовлетворительное. Мы предполагаем завтра выписать. Те пациенты, которые в Рязани, в ОКБ, они тоже живы, они с положительной динамикой. Состояние от средней тяжести и ближе уже к удовлетворительному, насколько мы знали. На прошлой неделе шел разговор о возможной транспортировке пострадавших в Астраханские больницы. И 6 января должен был состояться консилиум с нашим региональным издравом. К какому решению пришли? Складывается так, что они будут выписаны завтра, наши пациенты, на амбулаторное лечение. И после этого уже будут вывезены в Астраханскую область. То есть транспортировки в надобности нет? Двое будут. Два пациента, две пациентки это санитарным транспортом. Остальные обычным, мы видим, рейсом автобусом. Скажите, а пострадавшие вообще поддерживают связь с родственниками, общаются, созваниваются? И как долго им еще там находиться, остальным, которых еще не выписывают? Все предполагаются к выписке на завтра. Конечно, они созваниваются. У нас тоже есть мобильная связь, так же, как и в Астрахани. Естественно, они связываются с тем, считают нужным. Что ж, спасибо большое, Николай Александрович. С нами на связи был главный врач Межрайонного медицинского центра города Скопин, Николай Егоров. Все чаще астраханцы впервые становятся родителями в 30-летнем возрасте. Статистику привели специалисты службы ЗАГС. Они проанализировали сведения выданных свидетельств о рождении за прошлый год. Так выяснилось, что многие астраханцы решают стать родителями, разменяв третий десяток. Женщины в первый раз становятся мамами в 30 лет, а мужчины становятся отцами в 31. Однако в Астраханской области самый популярный возраст матерей для рождения первенца – от 26 до 32 лет. Отцами же впервые становятся в возрасте от 29 до 34. Самой молодой мамой в 2021 году стала 13-летняя астраханка. Самой возрастной мамой – женщина 46 лет. Пенсионный фонд Астраханской области напоминает, что с начала 2020 года сертификат на капитал оформляется в проактивном режиме. То есть после появления ребенка документ на государственную поддержку формируется без заявления мамы. Необходимая информация поступит от органов ЗАГС. Подробнее расскажет Анна Рейдигеева. Без заявлений и очередей. Только личный кабинет, компьютер и выход в интернет. Так астраханцы уже больше года оформляют материнский капитал. Все в автоматическом режиме. Сведения пенсионный фонд получает из службы ЗАГС. Запись на прием, многочасовая бумажная волокита – все это в прошлом. Изначально хлопоты у мам какие. То есть выписываешься, идешь сначала с вымокшер-гинеколога, потом по педиатрам мотаешься, ребеночка проверяешь. И то есть ходить, получать особо вот эти вот всякие свидетельства с бумажками возиться, времени вообще нет. С весны 2020 года в стране запущена проактивная, то есть беззаявительная система выдачи мат-капитала. Мама шестимесячной Есени, Виолетта Рябинина, уведомление в личном кабинете получила спустя полтора недели сразу после рождения ребенка. Уже через месяц Рябинины сменили 50 квадратов в квартире на 100 квадратов в частном доме. Мы решили купить дом, потому что мы жили в двухкомнатной квартире и понимали прекрасно, что нам вчетвером уже, плюс наш код, никак не справиться в двухкомнатной квартире будет слишком тесно. Направить средства мат-капитала семьи могут не только на улучшение жилищных условий, но и на образование детей, увеличение накопительной пенсии мамы, реабилитацию детей-инвалидов или распределить на ежемесячные выплаты. Программа мат-капитала работает на протяжении 15 лет. С начала 2021 года в области выдано больше 5000 сертификатов. Наиболее популярным решением у астраханцев стало улучшение жилищных условий. Проактивная система в первую очередь помогает избежать мошеннических действий. Сведения о рождении ребенка к нам поступают напрямую из органов ЗАГСа. Схема мошеннических действий – это когда мамочкой или, например, недобросовестным лицом может быть представлено поддельное свидетельство о рождении. То здесь, конечно, это полностью исключает. Проактивной системой воспользоваться могут только те семьи, в которых дети родились в 2020 году. Семьям, где дети появились до этой даты, необходимо обращаться в фонд с заявлением. С января этого года сумма маткапитала проиндексирована и составляет чуть больше 483 тысяч рублей на первого ребенка. Если родители не получали выплату на первого ребенка, то за рождение второго они получат чуть больше 665 тысяч рублей. Государственная выплата распространяется и на усыновителей. Пенсионному фонду необходима информация лишь о дате усыновления, чтобы определить точную сумму маткапитала. Если, например, ребенок был усыновлен до 1 января 2020 года, то это сумма 483 тысячи рублей. Если ребенок второй, который является вторым, третьим и последующим, был усыновлен после 1 января 2020 года, то эта сумма уже 639 тысяч. И все же пенсионный фонд напоминает жителям региона не доверять информацию о маткапитале посторонним. Онлайн-услугу можно совершить и через мобильный телефон. В случае возникновения затруднений специалисты ПФР проконсультируют по горячей линии и по предварительной записи. Воспользоваться господдержкой астраханцы успевают еще в ближайшие пять лет точно. Анара Едигеева, Роман Черкашин, Руслан Срывченко, Центр новостей. В Астрахани планируют построить новую школу. По проекту образовательное учреждение появится в районе улиц Николая Островского и Магнитогорской. Средства на строительство школы выделит компания «Газпром». Проект уже прошел экспертизу. Инвестор получил положительное заключение комиссии. В следующем году должны начать строительство. Все зависит от решения инвестора. Об этом сообщила глава города Мария Пербякова. Параллельно администрация Астрахани планирует привести в порядок прилегающую территорию – набережную Кутума за спорткомплексом «Звездный». Инициаторами благоустройства этого объекта стали сами астраханцы. Территория стала одним из победителей народного голосования. Сейчас разрабатывают проектную документацию. До весны планируют определить подрядчика. Срок реализации проекта – не менее двух лет. Рассчитываем, что когда школа сдастся, у нас будет полностью благоустроенная прилегающая территория. И будет приятно и комфортно добираться до учебного заведения. В этом году в рамках 80-летия Сталинградской битвы в Астрахани проведут патриотический форум. Для участников организуют уроки мужества, встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и поездку в Волгоград. Об этом на заседании регионального правительства сообщил заместитель руководителя администрации губернатора, начальник управления по внутренней политике Резван Юнусов. В 2022-м регион также продолжит работу по присвоению городу Астрахани звания «Город трудовой доблести». Планируют подготовить издание, куда войдет история о подвигах астраханцев на фронте и в тылу. Патриотический форум будет организован региональным агентством по делам молодежи совместно с областной администрацией. В целом работе военно-патриотических центров и воспитанию молодежи в этом году уделят особое внимание. На сегодняшний день в районах области функционируют 9 зональных патриотических центров. Агентство по делам молодежи совместно с Астраханской областной патриотической организацией за прошлый год провели 200 патриотических акций, форумов и смен как федерального, так и регионального уровня. Это и военно-полевые сборы «Георгий Победоносец» и «Казачьи смены». Будут развивать и молодежные патриотические организации и движения. Общий охват участников патриотических мероприятий в 2021 году составил более 75 тысяч человек. Необходимо отметить также, что юно-армейское движение приобрело более широкий размах на территории Астраханского региона благодаря усилиям агентства по делам молодежи Астраханской области. И в настоящий момент численность юно-армейцев составляет порядка 4,5 тысяч человек. На региональном рынке труда в прошлом году не хватало водителей, операторов производственных машин, строителей, сотрудников охраны и торговли. В прошлом году в банке вакансий региональной службы занятости было представлено свыше 64 тысяч вакансий. Для этого ведомство взаимодействовало с местными работодателями. В течение года они сотрудничали с двумя тысячами астраханских организаций. В результате более 75% всех вакантных рабочих мест подано именно работодателями региона. Так, в большинстве случаев требовались операторы производственных установок и машин, сборщики и водители, рабочие в сферах промышленности, строительства, транспорта, работники сферы услуг и торговли, охраны граждан и собственности, а также неквалифицированные рабочие. В большинстве вакансий заявили частные компании и предприятия, и только 30% от общего числа вакансий подали государственные ведомства и службы. Стоит отметить, что ситуация на региональном рынке труда зависит от сезонных работ. Поэтому колебания спроса и предложения наблюдались в сельском лесном хозяйстве, охотоводстве, рыболовстве и рыбоводстве. В прошлом году служба занятости помогла трудоустроиться более 22 тысячам человек. Наибольшее число астраханцев было трудоустроено на предприятия сельского, лесного хозяйства, охотоводство, рыболовство и рыбоводство, оптовую и розничную торговлю, сферы образования, строительства, на обрабатывающие предприятия и в компании по транспортировке и хранению грузов. В Астрахани 2022 год объявили годом семейных традиций. Такое заявление сделали в областном ЗАГСе. В течение 12 месяцев служба записи актов гражданского состояния будет проводить для астраханцев тематические события в рамках собственного проекта «Азбука семейного воспитания». Проект направлен на приобщение к семейным ценностям подростков и молодых людей. В частности, образовательные программы проводят для старшеклассников и студентов колледжей. В 2022 году сотрудники ЗАГСов вновь планируют проводить круглые столы, просветительские беседы и дискуссионные клубы в учебных заведениях Астрахани. В бассейне спорткомплекса «Звездный» проходит рождественский турнир по водному полу. Участвуют семь команд. Астрахань, Волгоград, Саратов. Один коллектив, представляющий город, хозяина соревнований участвуют вне зачета. Команда собрана из игроков, которые старше заявочного возраста на два года. И они девушки. Подробности у Артема Лепехина. Пластиковая разметка для водного пола, стельца по периметру бассейна, как снятая новогодняя гирлянда. Будто символичный атрибут традиционного рождественского турнира. Отчетная игра – астраханская дуэль. Мальчики против девочек. Последние в своей победе не сомневаются. Счет? 20 точно будет. Вы забьете? Да. А они забьют, не забьют, чего неизвестно? Они забьют 5-4. Девушки участвуют в турнире вне зачета. Они компенсируют списки участников, отсутствующих столичных ватерполистов, не приехавших на турниры из-за ряда причин. В рождественском турнире участвуют 7 команд. 4 из Астрахани, 2 из Волгограда и Саратовский коллектив. Сейчас идет товарищеский матч между Астрахани-3 и девушкой. Астрахани-4, юноши. Для последних это своего рода опыт, так как они играют сейчас против девушек, которые старше их на 1-2 года. Девушки в шапочках белого цвета начинают и выигрывают. За короткий игровой отрезок представительницы слабого пола забросят 5 безответных мячей. А каждый результативный бал встане коллектива отмечают безбурных эмоций. Красава! Молодец! Эмоциональный антипод лавочки девочек – лавочка мальчиков. Сейчас успеть! Голы игроков в синих шапочках редки, оттого и долгожданны. Вы забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. Словно подтверждая этот классический тезис, девочки раз за разом направляют мячи в ворота игрока под номером 13. Логичное объяснение – пубертатный период у игроков из Астрахани-3 начинается раньше, чем у ватерполистов из Астрахани-4. Они сильнее и мастеровитее, да и свойственной девушкам хитрости в игре не занимать. Девочки очень грубые, они под водой, у них свои моменты. И мальчики в игре с девочками всегда стесняются. Дерутся, щипаются. Щипаются, закладки, они развязывают иногда. Приемы ниже пояса не так легко разглядеть и судьям. Это не видно сверху, особенно если блики от света. То есть тут только все на усмотрение судьи и на его опыте. Матч заканчивается с неприличным счетом 26 в пользу девушек, капитану которых Кате Крыловой впору предсказывать исходы спортивных матчей. 20 точно будет. Впрочем, для каждого игрока из обеих команд, будь то мальчики или девочки, даже такие игры полезны. Ведь в этом возрасте чем больше матчей, тем уровень мастерства становится выше. Впереди у наших ватерполистов игры чемпионата страны. Артем Лепехин, Роман Черкашин, Центр новостей. Что происходит сейчас на рынке труда и каким будет наступивший год для соискателей? Обсудим это с Натальей Ильченко, руководителем пресс-службы сервиса по поиску работы «Суперджоп». Наталья, какими предложениями на рынке труда начинается рабочий 2022 год? В целом, самые высокооплачиваемые предложения в начале 2022 года соответствуют концу 2021-го. В Астраханской области тренды отвечают общероссийским трендам. Самые дорогие вакансии мы наблюдаем в сфере IT, ритейла, логистики и продаж. Буквально незадолго до нашего с вами эфира я посмотрела реальные самые высокооплачиваемые предложения. Программисту 1С готовы платить от 110 тысяч рублей в месяц, менеджеру по продажам от 70 тысяч и аналитику столько же. Но здесь нужно заметить, что это вакансии с возможностью удаленной занятости, то есть устраиваться на эту работу могут кандидаты со всей России. Если же мы говорим о самых дорогих вакансиях на территории работодателя, то есть с присутствием в офисе на территории работодателя, то здесь самая дорогая вакансия для водителя-экспедитора на междугородние перевозки, которому предлагают от 130 тысяч рублей в месяц. При этом работодатель дополнительно предлагает компенсацию расходов на мобильную связь и еду, оплату санаторно-курортного лечения и бесплатное обучение в безопасной езде. В каких структурах сейчас больше всего вакансий? Мы в Суперджок предпочитаем смотреть не на абсолютные цифры, а скорее на динамику прироста числа вакансий, потому что они в том числе отражают и общие тренды на рынке труда. В частности, самый большой прирост числа вакансий мы наблюдаем в фармацевтике в 2 раза, в коммерческой медицине в 1,7 раз, в ритейле в 2 раза, в IT тоже в 2 раза, и рост числа вакансий для курьеров составил 5 раз. Причем мы видим, что растут не только вакансии, но также работодатели в борьбе за самые ценные квалифицированные кадры повышают зарплаты. Так, например, в коммерческой медицине зарплаты выросли на 13%, и самый большой, самый высокий исторический рост мы зафиксировали у программистов, их зарплаты за год выросли на 24%. Это самый большой прирост за всю историю наблюдений Суперджопа, мы смотрим за этим 14 лет. На ваш взгляд, самая перспективная профессия 2022 года – это какая? По нашим данным, все-таки IT – это новая нефть на рынке труда. Разработчики были востребованы на протяжении всего 2021 года и будут востребованы далее. По данным опроса родителей 11-ти классников, каждый четвертый родитель мечтает, чтобы его ребенок стал программистом. Если смотреть на чуть более дальнюю перспективу, то это все профессии на стыке IT с другой наукой, например, с биологией. Что ж, Наталья, спасибо, что нашли время для нашего эфира. И пока это все новости. Оперативно они обновляются на нашем сайте. Мы ждем от вас обратной связи. Присылайте видео в мессенджеры, делитесь темами для репортажей по телефону. Я желаю вам приятного вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин